Всем привет! Меня зовут Настя и вы смотрите канал Стэйси Ко. В моем последнем видео я поделилась историей о своем неудачном опыте пошива и после этого не появлялась на канале несколько месяцев, но при этом я продолжала снимать видео, потому что хотела продолжить вести канал. Сейчас, когда год подходит к концу, я решила поделиться моментами из жизни за последние несколько месяцев. Расскажу о том, как сложилась дальнейшая судьба этого самого платья, покажу свои будни, поделюсь одним из любимых магазинов тканей и расскажу о новой профессии. Это видео отличается от остальных на моем канале, поэтому ваша поддержка в виде лайков будет очень ценна для меня и я продолжу снимать влоги. Первое, с чего я начну свой рассказ, это платье по выкройке калет, вы с ним уже знакомы. Забегая вперед, скажу, что пока оно не обрело свою хозяйку. После того, как платье не подошло моей подруге, какое-то время я была подавлена и не предпринимала никаких действий, а потом разместила объявление о его продаже на сайте бесплатных объявлений. Многие покупатели интересовались им, но до примерки дело так и не доходило. Отчаявшись продать платье через сервис объявлений, я решила попробовать другой вариант и отвезла его на продажу в салон свадебных и вечерних платьев. Не думайте, что это реклама салона, они вообще не знают о существовании моего канала. Просто видео о моем швейном провале получило большой отклик, и поэтому я решила продолжить историю. Для тех, кто еще не знаком с этим платьем, вы можете посмотреть мой предыдущий ролик, ссылка на него будет в описании к видео. Теперь, сделав небольшое отступление, продолжу историю дальше. Салон, в который я отвезла платье, принимает для продажи не только новые платья и костюмы, но и те, которые уже носили. Еще одна услуга этого салона – это прокат и подгонка платья по фигуре. Отправляясь в этот салон, я не ожидала, что он окажется таким огромным, с удобными просторными примерочными и высокими зеркалами. Для удобства все наряды распределены. Отдельно выделен зал свадебной моды. Здесь представлены белоснежные платья из сверкающих тканей, с пышными юбками для одного из самых важных дней в жизни каждой девушки. Следующий зал посвящен вечерним платьям, которым присущи яркие краски, блески, бахрома и перья. В салоне вообще можно собрать полностью готовый образ, взяв в аренду обувь и аксессуары. После того, как я все оформила и мое платье забрали, я решила осмотреться и погулять по залам. Несмотря на ранний час, в салоне уже были посетители, и ненароком я стала свидетелем того, что красивое платье может творить чудеса. Увидев свое отражение в новом образе, девушки начинали сиять изнутри. На лицах возникали искренние улыбки, появлялся блеск в глазах, но самое главное их преображение было в том, что они начинали сознавать свою красоту. Любой творец хочет признания результата своего труда. Скажу честно, в этот момент я думала о том, чтобы мое платье тоже нашло свою героиню, стало частью ее волшебного превращения и подарило такие же прекрасные эмоции. Несмотря на неудачи, я продолжаю свой швейный путь. У меня большой список будущих проектов. Для некоторых из них у меня уже куплены ткани, а для других только предстоит выбирать. В ноябре я отправилась за покупками в один из своих любимых магазинов. Расположен он в центре города, на одной из оживленных улиц столицы, недалеко от политехнического музея. В тот день было пасмурно и морозил дождь, от которого хотелось быстрее добраться до назначенного места. Магазин тканей небольшой, но очень уютный. Всего здесь несколько маленьких комнат, заставленных стеллажами. На полках аккуратно по видам и цветам сложены разные отрезы тканей. Еще этот магазин мне нравится тем, что в нем большая подборка дизайнерских тканей. По крайней мере в других магазинах я такого ассортимента не встречала. На дизайнерских тканях для примера прикреплена фотография образа из этого материала с показа. Это позволяет представить, каким может получиться будущее готовое изделие. Продолжение следует... Также здесь можно купить пряжу на вес. Ее выбор не такой большой в сравнении с тканью, но есть много интересных цветов и фактур. Оплачивая свой заказ, над кассой я заметила ажурные рамы, внутри которых был натянут черный бархат. На этом контрастном фоне были разбросаны разнообразные броши. Как оказалось, это винтажные броши с историей, которые можно приобрести для личной коллекции. Рядом с кассой находилась витрина, где за стеклом можно было продолжить просмотр интересных экземпляров. Из магазина я вышла с покупкой, за которой специально приехала. Еще мгновение и я все покажу. Это отрез виды под шанель. Он приятный на ощупь, плотный и у него натуральный состав, шерсть и хлопок. Я взяла остаток и из него я планирую сшить два жакета по выкройке Орлин. Осень у меня была насыщенной на события. В конце октября я посетила московскую неделю интерьера и дизайна. В своем печатном блоге два года назад я делилась новостью о том, что прошла профессиональную переподготовку и получила диплом дизайнера интерьера. Дизайн интерьера меня интересовал давно, так же как и мода, поэтому я решила получить компетенцию в этой области и начать практиковать свои навыки. Через какое-то время после того, как я окончила обучение, у меня появился проект. Основные работы на нем уже сделаны и сейчас идет обустройство. Поэтому профессиональные выставки, такие как московская неделя интерьера и дизайна, вызывают у меня неподдельный интерес. В этот раз московская неделя интерьера и дизайна проходила в Манеже. Посетить ее мог любой желающий, поэтому перед ходом выстраивала длинная очередь. Выставка занимала два этажа. На нижнем располагался маркет, где можно было приобрести что-нибудь из мелочей для дома. На верхнем этаже были представлены выставочные образцы мебели, отделочных материалов и освещения. Посетив это мероприятие, я осталась приятно удивлена. Большинство предметов интерьера и декора произведены отечественными фабриками и ремесленниками. И как раз на таких выставках лучше всего узнавать о них и открывать для себя новые имена. Ведь здесь сразу же можно все протестировать и задать вопросы. Я старалась обойти все стенды и ничего не упустить. В результате к концу дня у меня образовалась целая коллекция каталогов и визиток, которые мне потом пришлось долго изучать дома. Еще об одном важном событии декабря я расскажу уже в следующем видео. Посвящу ему отдельный ролик. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пишите комментарии под видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Также вы можете следить за мной в Телеграме и других соцсетях. Увидимся с вами скоро в новых видео. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!